Ну что самое первое я могу сказать про себя? У меня все-таки еще старые, здоровые основы, вот, что я вам скажу. Я всю свою юность провел за книгами, за бумажными, нормальными бумажными книгами, то есть, которые тебе никаких хэштегов, подсказок и рекламы не выкидывают. Просто вот те самые книги, которые читали наши предки, в том числе, которые читал Пушкин, читал Гёте. То есть, те же самые книги читал и я, и читал самого Пушкина, и самого Гёте. И читал тех, кто читал Пушкина и Гёте, кто жил позднее, кто жил в 20 веке. Ну и, соответственно, понимаете, да? Вот, что самое главное я бы про себя сказал. Ну а видео и чатная реальность, она, я вообще к ней относился очень враждебно. Я вообще отрицал и YouTube, и вообще в целом соцсети, YouTube и так далее. Сейчас я, в силу того, что мне пришлось несколько лет, ну, два года, я занимался на скрипке просто круглосуточное, не выходя из комнаты. И YouTube меня очень спасал в том, что, во-первых, я смотрел его без звука, пока занимался. И очень много странных обычаев, как говорится, повидал. Просто, ну, пока я играю, пока я занимаюсь правильно, ну, слушайте, поймите, вот я играю на скрипке, я, это же звуковая реальность. То есть я, ну, в это время, чтобы не было совсем скучно, я, у меня вот видеокартинка, я вот много чего посмотрел. Ну, и со звуком тоже я, пока я ел, я и сейчас продолжаю. Я смотрю своих любимых блогеров, либо чтобы просто спасти душу, либо чтобы послушать новости. Новости я смотрю Варламова и редакцию Пиловарова. Ну, в общем, в социальной сети, ну, а именно в сеть ВКонтакте я вошел в июне, и здесь у меня осталось мое прежнее отношение. То есть, ну, раньше-то я считал, что соцсети это зло в чистом виде, но сейчас я считаю примерно так же. А вот YouTube это вещь гениальная.